Привет, просветители! В последнее время я начал ловить себя на мысли, что меня стали раздражать... Да нет, даже не то слово. Бесить. Дети. Вот видите, все эксперты, заявлявшие, что Чайлдфри ненавидит детей, оказались правы. При этом раздражает меня только одна конкретная категория детей. Дети в интернете. И нет, я сейчас не буду обозревать тиктоки второклассников, показывать на них пальцем и не смешно шутить. Ага, полный ребенок танцует. Оставим эту честь другим блогерам. Они на этом собаку съели. Ну, не хватает ума у людей зарабатывать по-другому. Я говорю о совершенно других детях в сети. О тех божьих одуванщиках, которые постоянно появляются в речах очередного политика. Тут сами знаете, чья фотография должна появиться, но я не буду ее вставлять на монтаже. У меня уже просто нет сил смотреть на это лицо. И в заявлениях обеспокоенных граждан, снова и снова утверждающих, что их детей портят. И дальше гигантский список на 30 имен. Все, что угодно, влияет на детинушку. Кроме личного примера родителей. Серьезно. Если в новостной ленте появляется слово дети, значит жди очередного трэша, который так или иначе затронет и меня. Рожают они, а свободу выбора забирают у меня. Не, ну а что? Эти господа будут с проблемами малоимущих семей с детьми разбираться? Не, фильмы, аниме, игры, геи. Вот сначала этим займемся, а потом уж. Я знаю, что я уже просто миллион раз говорил на эту тему. Но если раньше эти предложения и законопроекты маскировались под «Детишки увидят», то сейчас наши законотворцы решили пойти дальше. Ну а что останавливаться на полпути? И предложили запретить уже взрослым людям самим решать, что им делать. Ну а 80-летняя старушка из КПРФ, никакого эйджизма, к тому же ей всего лишь 65. Конечно же лучше знает, что тебе можно смотреть. Тебе, взрослому дееспособному человеку. Итак, друзья. Парабанная дробь, Государственная дума с подачей комитета по защите женщин, семьи и детей, мы о нем уже пару раз говорили, дифирамбы пели, рассмотрит законопроект о запрете показа фильмов со сценами насилия. Внимание, не детям, а вообще для всех. Ну, сначала смотришь «Терминатора», а потом стаканчиками на митингах разбрасываешься. А пока вы отходите от этих новостей, не волнуйтесь, дальше будет веселее сообщение от спонсора этого ролика. Во времена, когда по планете ходили динозавры, а я все еще преподавал в школе, ну, плюс-минус один и тот же год, онлайн-образование было максимально редким явлением. И вот, добро пожаловать в 21-й год, когда учиться можно буквально где угодно. И для таких домоседов, как я, это максимально круто. Но есть одна проблема. В последнее время появилось много курсов для менеджеров, программистов, айтишников. А что делать нам? Гуманитарием. Всем тем, кто больше про литературу, историю, искусство, а не компьютер и табличку Excel. А еще, чтобы атмосфера домашняя и уютная. Обратить внимание на образовательный проект «Правое полушарие интроверта». На их сайте есть сотни курсов и лекций по психологии, философии, искусству, литературе, истории, религиоведению. Последняя, кстати, моя остановочка. Я обожаю изучать историю религий. Отдельно хочу остановиться на лекторах, потому что за любой информацией всегда стоит человек. Если добавить профессионализм, молодость, харизму, юмор и самоиронию, то вы получите либо меня, либо лектора «Правое полушарие интроверта». Приятный бонус – учиться можно и с помощью удобного мобильного приложения. А так как лекции обычно длятся около 20 минут, то концепция «Занимаюсь тогда, когда мне удобно» здесь реализована отлично. Приближается Новый год, а значит самое время порадовать себя и своих близких лучшим подарком – знаниями. Инвестиции в свое интеллектуальное развитие никогда не бывают напрасны. И специально к приближающимся праздникам «Правое полушарие интроверта» дарит моим подписчикам дополнительную скидку к новогодней распродаже. Плюс 10% по промокоду Остапов. Переходите по ссылке в описании и до 31 декабря покупайте любые курсы и лекции всего за половину стоимости. А еще у ребят классный образовательный канал на ютубе. Подпишитесь тоже. Скажу честно, меня достаточно давно удивляет одна веселая категория пользователей интернета. Особая прослойка среди людей, скажем так, правых и консервативных взглядов. Те самые товарищи, которые сидят на каких-нибудь игровых сайтах или в комментариях у соответствующих блогеров и радуются тому, что... Ну хоть Россия встала на пути этой, заразой. При этом понятно, что чаще всего этой гнилью является повесточка и немного реже аниме и кей-поп. Помню, как в прошлом году эти люди радовались, что в России не вышла игра «Tell me why». Ну там же трансгендер. И дальше должна быть хрестоматийная фраза бабули про «не нужен интернет». Как некоторые расстроились, что вторая часть «The Last of Us» все же появилась в нашей стране. Там девки целуются. Реально, у некоторых особо талантливых особей это была главная претензия к игре. Все же остальное идеально. Иными словами, в интернете есть люди, которые радуются цензуре. Ну потому что тот или иной запрет совпадает с их мировоззрением. Вот вы думаете о Станина. Это председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Сразу на фильмы со сценами насилие набросилось? Нет. Сначала в ноябре ее заместитель Милонов предложил оградить уже не только детей, но и взрослых россиян от фильмов и сериалов с ЛГБТ-персонажами. Здесь уже ни о каких плашках 18+, речи не идет. Даже в онлайн кинотеатрах такой контент надо запретить. И аргументация Милонова просто 10 из 10. Я не хочу это смотреть, я прошу это запретить. А я не хочу смотреть сериалы про ментов и передачи Киселева и Соловьева. И знаете, что я делаю? Никогда не догадаетесь. Не смотрю. Знаю, знаю. Взрыв мозга. Мне совершенно не нравится творчество большинства рэп-исполнителей. Но далек я от этого, простите. Но мне в голову не придет предложить запретить слушать эти песни взрослым людям. А можно взрослый человек сам решит, что ему смотреть? Горбатую гору? Или елки... Какой там уже номер 247? И я бы, честно говоря, без тени сомнения выбрал бы Горбатую гору. Кто хочет, может иметь специальные всякие доступы к видео и так далее. Так же, как и с порнографией. Какие такие особые доступы? Что, Netflix специально для России введет тариф «Все включено»? Прям-таки Турция и российские туристы. Вон, на Apple TV Plus уже часть контента в нашей стране недоступна. Пропаганда! Онлайн кинотеатры просто выпилят всю запрещенку. И все. Если вы приблизительно моего возраста, то, возможно, один из ваших любимых сериалов детства «Баффи истребительница вампиров». Сара Мишель Гелар навсегда в сердце. Я даже на нее в инстаграме подписан. Так вот, в этом шоу одна из героинь, ведьма Уиллоу. А сейчас уберите детей от экрана. А лучше вообще из квартиры выгоните. Ну, для их же безопасности. Лесбиянка. И я хочу легально. Да, я плачу за тот контент, который потребляю. За свои деньги посмотреть чертову документалку с любимыми героями. Но я не могу это сделать, потому что чья-то детинушка после просмотра может захотеть вареников отведать. И ладно детинушка, теперь о психическом здоровье взрослого населения переживают. И вот совсем недавно борцуны с повесточкой приветствовали запреты «Радуги» и прочих единорогов. Ну, я тоже не хочу это смотреть. Тут, наконец-таки, депутаты правы. А теперь эти же люди возмущаются, что у них планируют отнять возможность смотреть боевики и фильмы ужасов. А чему вы удивляетесь? Главная ошибка любого активного пользователя интернета – мысль «Я нормальный». Нет, дружок. Для товарищей в Думе ты точно такая же извращуга, что и мужики, целующиеся в десны. Ты против повесточки, но играй в шутеры? Поздравляю. Ты потенциальный убийца, потому что игры провоцируют жестокость. И из-за таких, как ты, детишки сходят с ума. Смотришь фильмы ужасов или фанатеешь по боевикам? Пропаганда жестокости и преступлений. Надо подобные картины срочно запретить, ведь у кого-то может оказаться слабая психика. А если вообще ребенок посмотрит? У меня складывается такое впечатление, что все эти депутаты просто на себя в зеркало смотрят и такие – не, мы не должны допустить, чтобы наши дети превратились в нас. Вот мы в юности смотрели «Терминатора» и вот он я. Не-не-не, запретить. Любишь аниме? Тебе точно твой диагноз нужно озвучивать? Аниме на ави, мать в канаве. И опять же, всем зрителям федеральных каналов давно известно, что аниме подталкивает к Роскомнадзору. Слушаешь Оксимирона? О, дружок, про Оксимирона мы еще сегодня поговорим. Лучше бы ты геем был, хотя нет. Геи, украинцы, анимешники, фанаты Оксимирона. Окей, ты не смотришь аниме. Никаких кошмаров на улице Вязов и Рэмбо. Сама мысль о целующихся девушках вызывает у тебя омерзение. Портрет идеального россиянина. Но ты не смотришь новости на первом, а подписан на политических блогеров. Все? Гудбай, мой мальчик, гудбай, мой маленький. Именно такие, как ты, раскачивают лодку, кидаются снежками и являются главными бузатерами. А вот сейчас исключительно шепотом. Минутка СМР. Может быть ты в инстаграме на каких-то феминисток подписана и считаешь, что женское счастье не только в детишках. Ты же понимаешь, что это преступление против демографии? Минус уши. А теперь серьезно. Если кому-то казалось, что ограничения коснутся только радуги, друзья, вы максимально наивные. Цензура так не работает. Да и вообще звучит максимально смешно. Правильно, что сериал запретили. Такое надо ограничивать. Но как это покусились на мое законное право смотреть на то, как в фильме ужасов человеку ногу отрезают? На меня это никак не может повлиять. А вот экранные поцелуи тут же заставят 30-летнего Васяна с коллегой в курилке заигрывать. Еще раз, друзья, мы официально преодолели тот рубеж, когда государство детишек защищало. Теперь Милонов со Станиной будут защищать вас от ваших же интересов. И тут возникает пара вопросов. Если этой весной законопроект все же пройдет, что делать с российскими сериалами? Там же сплошное насилие. Фильмами о главном событии 20 века. Я не хочу, чтобы меня притянули за оправдание нацизма, так что только так. Вот, к примеру, Азори здесь тихие. Сколько раз смотрел, столько рыдал. Не шучу. Естественно, это никуда с экранов не исчезнет. Ежу понятно, что под откос пойдут западные фильмы и сериалы. И, кстати, вот вам подборочка фильмов с чрезмерным насилием по версии самого известного в мире киношного сайта. Я даже не говорю о каких-нибудь слэшерах. Мы сейчас классику будем перечислять. Крестный отец. Крестный отец 2. Список Шиндлера. Криминальное чтиво. Бойцовский клуб. Славные парни. Семь. Молчание ягнят. В этих фильмах, по мнению рейтингового агентства, насилие зашкаливает. А значит, по мысли Останина и людей, поддержавших законопроект, вы, взрослые граждане России, должны быть лишены возможности посмотреть эти ленты. Прекрасная Россия будущего. Но зато с Нетфликса сериал Sex Education уберут. Смотрите, как круто будет. Никакой повесточки и никакого насилия зарубежного. А можно только повесточку убрать? Нет, дружок. Если ты считаешь, что депутаты имеют право запретить взрослому человеку смотреть фильмы с геями, прими тот факт, что эти же самые депутаты имеют полное право запретить тебе смотреть фильмы с мордобоем. Все вот так просто. Если в какой-то момент во время просмотра вам показалось, что вот это уже дно и самый настоящий трэш, судя по всему, вы на моем канале новичок. О, политические шуточки подъехали. Бастрыкин поручил проверить песни Нойза МС и Оксимирона на экстремизм, реабилитацию нацизма и негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Поводом для проверки стало обращение неизвестной группы патриотов, опубликованной в интернете. Звучит как очередной день в нашей стране. Я уже перестал удивляться, когда очередная группа взволнованных граждан требует что-то проверить, запретить, но всегда убрать из интернета. Но тут пикантность ситуации заключается в том, что обращение патриотов было опубликовано в ЖЖ и вообще является сатирой. Да, все настолько плохо. А я еще удивляюсь, что некоторые зрители мои шутки не выкупают. Вот только некоторые моменты из обращения. Сегодня хочется обратить ваше внимание на преступную деятельность так называемых рэперов Нойз МС и Оксимирон, известных в миру как Иван Алексеев и Мирон Федоров. Преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого, и стала национальной угрозой опаснее расширения НАТО. Повторю, геи, украинцы, анимешники, слушатели Оксимирона. По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные. А когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и роскомнадзорные настроения. Хорошо еще, что по телевизору перестали показывать депутаты Ирину Юровую. Не, ну как тут сарказм-то разглядеть? Нужно, чтобы вы, Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, Золотов тоже что-нибудь раздавали на улицах, кроме угроз и запретов, например, апельсины. Это было отступлением заинтересованных людей, желающих победы Отечеству в тяжелейшей схватке со всемирным злом НАТО и наступающим ЛГБТ. Фух, слава богу, и здесь геев помянули. Вернемся к рэперам. Оксимирон пошел еще дальше. В одной из его последних песен открыто романтизируются запрещенные экстремистские организации. Здесь же Мирон Федоров доходит до реабилитации нацизма, ставя знак равенства между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами. Мирон Федоров в другой песне создает положительный образ иностранного агента, разрушая все усилия государства по оповещению населения. Мирон Федоров открыто признал, что работает на госдеп и заявил, что его альбом приравнивается госперевороту, что является открытым призывом к свержению законной власти и измене Родине. И вот на этот текст наш Следственный комитет и решил отреагировать. Автор оригинального послания сам в шоке. Вот сейчас с Оксимироном разберемся, ЛГБТ пропаганду с Нетфликса удалим и заживем. Главное, чтобы весной фильмы с насилием смотреть запретили. А то кругом столько жестокости. Господа, вы звери. И если ваше сознание тоже отказывается верить происходящему, ставь лайк. А у меня на этом все. А вот бешеный принтер странных законопроектов только начал свою работу. С чем я вас и поздравляю.